Здравствуйте, друзья! Вы на канале питомника Russian Dog. Меня зовут Ярослав Ролов. Как вы помните, сегодня, в воскресенье, 26 июня 2022 года, должен был состояться стрим. Он состоялся, но я, честно скажу, я ждал 5-6-7 минут, не увидел никого на стриме. Что-то мне стало грустно, я решил, что вам надоели все эти стримы. Выключил стрим и все, ушел. Сейчас, где-то около 12 дня, и я понял, что... Я, походу, в настройках стрима поставил только по ссылке. Я прошу прощения, так получилось. Вот, решил перед вами извиниться лично и заодно сразу же восстановить тогда рубрику вопрос-ответ. У меня накопилось, насколько я помню, кажется, 2 или 3 вопроса ваших, которые у меня остались неотвеченными. И я сейчас постараюсь вам на них, давайте, кратко, в одном рем-ролике отвечу. Так. Добрый день. Какие прививки вы делаете в холку или в лапку? Эрик или Вангард? Почему выбираете именно ту или иную вакцину? Друзья, про вакцины у меня был где-то ролик, но давайте я вот сейчас вот блица, да, все это буду отвечать. Мы делаем вакцину последние 3-4 года, ту, которая есть. До этого я всегда делал набивак, она мне нравилась. Кому-то она нравится, кому-то не нравится, но за всю историю, что у меня были вакцины, что я вакцинировал собак, никогда не было никаких проблем. Всегда. Ну, то есть, грубо говоря, один раз было проблем как раз с какой-то на Авангард. В общем, какой-то А вот был, какая-то вот проблема была с вакциной, да. Да, у одного щенка, немецкого дога, которого, это было, наверное, 10 лет назад, 9 лет назад, 10 лет назад было, двое суток мы откачивали. А больше никогда у меня не было проблем с вакцинацией собакой, после, после вакцинации, но я всегда делал набивак. Так, последние 2 года делаем эурикан, какой нашли, потому что набивак пропал, поэтому приходится делать эурикан. Не скажу, что это плохое, нет, ни в коем случае, просто набивак у меня был проверен годами, эурикан 2 года, тоже никаких нет у меня проблем с ним. Колоть. Меня приучили, вообще все мои ветеринары всегда делали подкожно, со стороны ребра. Иди сюда, иди сюда, вот покажу. То есть, вот так вот оттягивается, и вот сюда делается вакцина. Надеюсь, вам было видно. Кстати, 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 раз поймал, показываю. Это у нас, не смотрите, что они худые, нечесанные, и вообще только что из вольера. Ну, вы знаете, мои отношения, я немножко не гламурик, но, друзья, я вам прозрачно намекаю, раз уж пошло такое дело, я вам очень прозрачно намекаю, что мной было принято решение по всяким разным и семейным, в том числе обстоятельствам, мы продаем обоих щенков тибетского мастифа, оставшихся щенков этого года. Иван, да, Иван как-то у нас засиделся, непонятно почему, но цена сброшена дониза, и, собственно говоря, вот то, что я вам показывал, Искру, она тоже, мы ее тоже решили продать, потому что у нас есть нюансы, разрешите, я не буду это говорить. Они продаются не в разведение, продаются ниже рынка, вообще понизу, они продаются очень дешево, совсем бесплатно, и очень, то есть, ну, вот бесплатно не отдам, по одной простой причине. Цена этих щенков полтонны, ну, то есть, я так прикинул, там, в золотом мире, да я не знаю, сколько стоит золото, но я знаю, сколько стоит тонна рубца в Крыму, да и везде сейчас, плюс-минус одинаково. Так вот, цена этих щенков стоит полтонны рубца. Если у вас есть возможность собаку купить за полтонны рубца, значит, вы сможете ее нормально хотя бы прокормить. Я считаю так. То есть, поэтому бесплатно я не отдам, то есть, если вы пытаетесь приобрести собаку бесплатно, или вам кто-то отдает, сейчас, кстати, будет вопрос типа того же, то, скорее всего, у вас просто не будет денег на содержание этой собаки, если вдруг, не дай бог, что случится по ветеринарии, у вас тоже не будет денег, я вам просто не отдам собаку. Но полтона рубца в Крыму стоит очень недорого, поэтому я думаю, что доступны эти собаки, они достойны и доступны любому. То, что они высокие сейчас, худые и так далее, не смотрите на них, им 6 месяцев. Сейчас самый рост пошел, поменялись зубы, пошел самый рост, они сейчас как вот все подростки, они все вот такие вот. Вот такие вот. Так, следующий вопрос. Вот как раз, кстати, в тему, да я думал, будет через вопрос, но прям в тему. Вопрос прям в тему попадает. Лена пишет, здравствуй, мне отдают девочку тибетского мастифа, 1 год, 2 месяца, как она будет относиться ко мне и моим близким, как она поведет себя, могу ли я ее приручить. Вот, к вопросу, отдают. Я не сторонник того, чтобы брать на халяву чего-то где-то у кого-то, почему? Потому что сам имел такой печальный опыт. В одном из питомников казанских мне пришлось в 17-м году спасать собаку, потому что там у них там что-то было беда прям совсем. Мне сказали, Ярослав, забери, пожалуйста, какую-нибудь из моих девок, потому что у меня тут беда. Вот. Я взял тогда, как раз был год и 4 месяца, да, было не совсем бесплатно, взял собаку. И честно скажу, даже при моем глобальном опыте с тибетскими мастифами мне было тяжело. Потому что со взрослой девкой, которая уже перешагнула годовой рубеж, с ней несколько есть нюансы, причем нюансы серьезные. В итоге мне пришлось все-таки для этой девки найти другую семью, где она сейчас замечательно растет. Там шикарные владельцы, все там шикарно, все изумительно, все замечательно. Вот. Там, там с ней справились, там все хорошо. Вот. Но я бы настоятельно не... Ну вот, собственно говоря, собственно говоря, такое бывает, друзья мои. В этот момент у меня кончилось память на телефоне и запись прервалась. Но давайте продолжим. Итак, сначала дисклеймер ко всему ролику и вообще ко всему моему каналу. Вы знаете, я никогда не обсуждаю чужие питомники, чужих собак, чужих щенков. Не оцениваю щенков. У меня недавно было буквально Ярослав. Помогите оценить щенка. Мы вот собираемся приобретать из другого питомника. Вот, помогите его оценить. Я не оцениваю чужих щенков. Я не буду это обсуждать. Кроме того, если вдруг кто-нибудь наберется наглости и начнет обсуждать моих собак в негативном или... Неважно, в каком свете, вот, и так далее. Особенно в негативном. Не дай бог, кто-нибудь что-то начинает делать. Тогда я имею полное право начать обсуждать все. Но пока этого нет, я не обсуждаю чужие питомники, я не обсуждаю чужих собак. И поэтому в данном случае мы с вами будем разговаривать только об ответе на этот вопрос. Вопрос был про... Можно ли брать... Ну, просто для вас-то прошло 3 секунды, а для меня-то прошло 2 часа. Отчистил телефон. Нат, можно ли... Итак, вопрос. Итак, мой ответ был, брать такую собаку нельзя, потому что неизвестно что в этом питомнике, неизвестно из-за чего и отдают. То, что... Я могу сказать одно. Просто так, бесплатно никто никогда не отдает. Даже я, да, вот я вам показывал тибетский массив щенков. Да, мы их отдаем очень недорого. Прямо практически, как я сказал, за полтонны рубца. За цену полтонны рубца. Крымчане, можете просто привезти полтонны рубца. Мы не против. Но мы продаем, потому что у нас очень сейчас такие ситуации из-за переезда, ситуация непонятная в нашей жизни, не в стране. В стране все замечательно, потому что я пока не анонсирую, но буквально в течение двух месяцев анонсирую наши дальнейшие планы по щенкам и так далее. Все покажу, все расскажу. По тибетам, по американским булли и так далее. Мы будем заниматься разведением, мы уже занимаемся разведением, все нормально. Просто вот эта группа щенков, что американские булли, что тибетские массивы, попали в момент переезда в Крым. И плюс, когда перетрубация у нас по финансам и по всему, по всему, по всему идет. Потому что у нас и меняются способы даже заработка. Я почему так много рассказываю про это? Потому что, чтобы вы понимали, что если вам отдают где-то собаку, взрослую собаку бесплатно, значит, с этой собакой есть проблема. У этих собак проблема, то есть у тибетских мастифов, у них проблема в заводчиках, в владельцах. Просто я по-взрослому подошел ко всему, взвесил все силы, взвесил все, все возможности. И решил все-таки этих собак отдать, продать. Не в разведение. В документах будет стоять, что они не в разведении. Поэтому, кто хочет себе шикарных, классных собак, девку или кобеля к себе на участок, пишите, звоните. То, что им 6 месяцев, это все ерунда, все нормально, ничего страшного. Они очень хорошо социализированы. А вот если вы берете где-то что-то в другом месте собаку, которая дает бесплатно, скорее всего, она будет агрессивна. Я вот именно почему включился еще раз, а не закончил ролик, на то и вот там просто прервался. Вот, чтобы объяснить, что всегда надо понимать, почему отдают уже подрочную собаку или взрослую собаку вам. И еще один вопрос был стандартный по американским булем. Да-да-да-да-да-да. Я на этот вопрос уже немного раз отвечал. Давайте отвечу сейчас, блица. Могут ли, будут ли и могут ли американские були плохо воздействовать? Я вот не помню, сейчас сам вопрос, она встал в другом телефоне. Над. Будут ли американские були плохо, негативно контактировать или общаться? Или там у них будет отношение плохое с чужими собаками? В 95% вероятности все будет отлично. Проблем не будет с чужими собаками, не будет даже ни со своими, ни с чужими, ни с животными, ни с собаками, ни с чем. Но есть маленький-маленький процент у американских були. Не то, что процент в каких-то там кровях или в чем-то, а процент именно в породе, в породной группе. В породе в том, что американские були выводятся и до сих пор выводятся все-таки. Первое, что мы ставим во главу стола, это то, чтобы не было ни в коем случае никакой агрессии против человека. Во вторую и третью очередь уже там идет зооагрессия и так далее. Так вот, зооагрессия мы только подходим к тому, чтобы ее действительно убирать, убирать, убирать. Поэтому, возможно и будет. Но с 90% вероятностью нет. Вот, кстати, про американских були. Имейте в виду, у нас сейчас свободны остались кобель, кобелек полная копия Дона, вот кобелек. И рыжая, и белая девка. Они продаются тоже, цена очень низкая. Грубо говоря, там мы снизили в 2,5 раза цену. Поэтому, если вам интересно, обращайтесь. Я вас жду через 2 недели, через выходные, через воскресенье, через 2 недели жду на стриме. Я постараюсь сделать, чтобы там стрим был все нормальный, в этот раз все будет хорошо. А в ближайшее воскресенье стрим будет на моем канале, основном Ярослав Фролов. Приходите, поговорим о Крыме и так далее. Будут вопросы о собаках, тоже можете туда зайти. Но в основном там мы разговариваем о Крыме, мы разговариваем про наш переезд в Крыму, как вам переехать в Крым, о чем вы мечтаете и так далее. Все. Друзья мои, пока-пока, всего наилучшего. Хотите хороших, классных собак из нашего питомника себе домой по очень высоким ценам? Пишите. Пишите или звоните. Все чего у меня там. Ой, глаз, смотри. Все контакты есть в описании. Я уже заговариваю сегодня. Я просто четвертый раз этот ролик снимаю. Пока-пока, друзья. Удачи вам. Вот смотрите, 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 что они творят, а. Вот что творят, вот, вот что творят. Вот разве нормальные собаки так будут творить, а? Вот что? Да, именно вот эти трое, вот эти трое, они в данный момент свободны, щенки. Собаки!